Добро пожаловать на просмотр рпшки по фарминг симулятору 2019. Смотрю вам, тема про компьютерные игры очень заходит, как и мне. И я с радостью буду для вас снимать рпшки теперь по фарминг симулятору 2019. Посмотрим, какой будет актив под этой фермой. Что ж, и как видите, я приехал в Альпы, точнее прилетел. У меня сейчас отпуск, так скажем, условный. Вот, и приехал я сюда не просто так. Я приехал сюда позаниматься экстремальным видом спорта. Попытаемся подняться в горы, поездить там. Вот, и я взял в аренду здесь тачку. Это Макварен P1. Сегодня мы будем кататься именно на нём. Ну, не по горам, на нём мы поедем только до отеля. Вы спросите, почему же это не мой Макварен, а смысл с собой в Альпы тащить тачку. Вы сами просто представьте, это какое-то безумие. Просто проще взять тачку в аренду. В общем, вот и всё. Всё, что ж, сейчас мы едем заселяться в номер. Я вам покажу видок из этого номера, а он просто шикарный. Что ж, садимся в тачку. Оп. Как же здесь шикарно в ней. Двери так вот открываются. Просто шик. Послушайте звук. Просто, ребят, это не передать словами. Что ж, буду смотреть по карте тоже. Я здесь первый раз, так скажем. Так, здесь мы едем и всё. Выезжаем тихонечко, дабы не разбить столь дорогую машину, так скажем. Вот так. Всё, выезжаем аккуратненько. Также, сразу же предупреждаю, могут быть какие-нибудь просадки FPS, не такие уж и значительные. Поэтому, заранее предупреждаю, самого раздражает. Но, что поделать, пока что более качественно не позволяет снимать компьютер. Но, я думаю, вы меня поймёте, не я один такой. Тихонечко выезжаем. Здесь сейчас пойдёт прямая, можно навалить. Кстати, вот, этот отель, в котором буду проживать, пятизвёздочный. Сейчас гоняем туда. Оп. Просто прёт до сотни, практически разогнались. Здесь серпантин идёт, больно разгоняться не буду. Здесь сейчас будет, кстати, парковка подземная, где мы будем хранить свою машину. Ох ты, ё-моё, Феррари стоит. Ну, вы видите, что здесь тоже такие довольно богатые ребята. Феррари. Кто-то на Феррари приехал, видимо, ещё не припарковали. Поедем сейчас дальше, просто остановился посмотреть. Посмотрите, какая просто крутая тачка. Это просто обалдеть. Стоимость её просто можно с ума сойти. В общем, вот этой стоимости запредельная. Она явно дороже Магуара на раз в два. Ладно, наслаждаемся. Радуемся тому, что есть. Уезжаем потихонечку и едем дальше к нашему номеру в отеле. Посмотрим, какой вид. Но по тому, что говорили, я думаю, это будет нечто крутое. Аккуратненько. Дороги здесь просто идеальные. А то будут писать, что на спорткаре сумму всё в такое место. А куда же на нём ещё тасоваться? Как не вальвы. Посмотрите, здесь какие шикарные дороги просто. И стереотип про дороги здесь не работает. Чьи-то баги стоят. Просто посмотрите, три штуки новейших баги стоят. Нужно было спросить, можно ли взять в аренду одну из них. И вот этот отель, собственно. Парковка такая вот резкая идёт. Ну, вроде не должен укатиться наш Макуарен. Всё, глушим двигатель и выходим. Где у нас ручка? Всё, приехали. Ну, заехал, он даже не чиркнул. Нормально. Без жертв доехали, в общем. Ну что ж, вот этот отель. Сейчас вам покажу, что вокруг него находится. Просто вот. Парк красивый. Люди ходят тоже, постояльцы. Дальше парковка. Ну и вот такой вот видок на Альпы. Альпийские горы. Как уже показывал, вот отель. Сейчас я пойду в него заселяться. И покажу, как я обещал, видок из него. Ну, а вы пока что подписывайтесь на канал. Ну, а видок просто вот. Это шикарно, как по мне. Там канатная дорога вдалеке, железнодорожный мост. И вот весь Раванград, как на ладони. Поля фермерские, горы, озеро. Просто посмотрите, какая здесь красотища. Ну, а так вот снизу выглядит, собственно, отель. Вот. Что ж, ладно, я возвращаюсь в номер. Спускаюсь и мы едем по делам. Как и хотели покататься по горам. Вы просто не поверите, что сейчас произошло. В общем, спускаюсь я к рецепшену. Хочу спросить, можно ли взять в аренду одну из баги. И человек, который там сидел, говорит, что одна из них, абсолютно любая, приготовлена именно для нас. Чтобы мы могли покататься, так как клиент особого значения, так скажем. И они, так сказать, подарок от отеля. Это их баги, и они бесплатно для нам на них покататься. Сейчас мы этими займёмся. Тачку я перегоню. А хотя, чё перегонять? Ничего с ней здесь не будет. Никто её не угонит. К тому же можно заказать доставку машины до парковочного места. Но я за неё особо не волнуюсь, так как здесь всё мирно. Ничего не должно произойти. Ну и я не знаю, что выбирать. Даже смотрите, квадроцикл здесь стоит. Правда, он такой весь пошарпанный. Пошарпанный, чувствую. До меня на нём ездили и не раз. Вот, просто посмотрите, какие они крутые. Кан-Ам. Я даже не знаю, какого цвета брать. Ну ладно, красный мне нравится. Убираем его. Всё, закрываем дверь. Сейчас посмотрим, куда нам ехать. Ну вот, можно прямо так сейчас и по серпантину вверху ехать. И доехать куда-нибудь вот так. Так и вот до сюда куда-нибудь доедем. И вам возвращаться в отель. Что ж, ладно. Погнали. Заводим. Вот это звучок, конечно. Кстати, фары тоже зачёт просто. Погнали, ребят. Скорее я уже хочу покататься. Звук очень громкий у неё, поэтому буду иногда молчать, чтобы вы просто послушали это. Да и к тому же он меня будет очень сильно перебивать. Погнали. Просто эмоции не передать. По такому красивому месту на топком зверя ехать, это просто что-то. Тоже нужно сейчас по сторонам смотреть. Не один я здесь катаюсь. Идёт такое ограждение, чтобы никто не слетел, как понимаю. Чей-то домик здесь тоже. Или отель, не знаю. Похоже, просто чей-то дом. И всё, какая-то семья здесь живёт. Так, вот остановлюсь сейчас, посмотрим, как это всё красиво выглядит. Как-нибудь такой красивый кадр сейчас сделаем. О, просто посмотрите, какой зверь. Сейчас я вам его подробнее покажу. Прямо сюда идёт. Все детали. Как-то так, в общем. Просто посмотрите на движган. Он стоит сзади. Какой же он кажется крупным для баги. Но всё же это так. Думаю, лайк за это стоит поставить. Так как это прям вообще не передать словами, эмоции. Всё очень круто. Ладно, едем дальше. Дорога сузилась. Нужно было сейчас аккуратнее. Вот ещё один красивый вид на горы. И прям очень жёсткий подъём пошёл. Мы уже куда-то очень далеко заехали. Да, прям вообще. Ну ладно, сделаем сейчас круг по городу. Тогда. Дорога сузилась. Должен сказать, баги очень хорошо управляются. И это очень хорошо. Снова дорога расширилась. Можно ехать более быстро. Максималочки. 121 км в час. Снова пошёл резкий спуск. Притормозим. Но я говорю, с управлением здесь всё очень хорошо. Поэтому особых проблем не возникает. Ну вот так вот поэкстремалили сейчас мы в горах. Всё, уже мы спускаемся. Резкий спуск тоже достаточно идёт. И будем сейчас возвращаться в отель. А то нас там ещё потеряют. Как говорил, проедёмся через город тогда. Раз уж мы тут выехали. Как-то мы вписываемся. Всё очень странно в этот городок спокойный. Навели суету, так сказать. Так, сейчас нужно ещё вспомнить, как ехать до отеля. А ну вот, всё. В принципе, уже понял, где мы едем. Да, всё. Всё. Сейчас доедем быстро. Ну тут мы уже были. Аккуратненько. И всё, можно снова навылить. Сейчас доедем. Играет музыка. Покатались. Должен сказать, впечатление очень хорошее. О баге и о отеле. Да и в принципе, как провели день. Сейчас нужно запарковаться. Чтоб другим баге не мешать. И встать тоже по красоте. Ну, так я думаю, будет достаточно. Всё, глушим двигатель. И выходим. Салончик тоже такой огонь. Просто. Всё, выходим. И закрываем дверь. В общем, как-то так, ребята. Пишите свои впечатления в комментариях. Ну, а я сейчас пойду к отелю. Ещё нужно будет Макуарен перегнать на подземную парковку. Что ж, на этом буду заканчивать. Пишите в комментариях идеи по фарминг симулятору 2019. Буду по мере возможности их воплощать в реальность. Что ж, всем большое спасибо за просмотр. Встретимся в следующем видео.